Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу новое обновление, которое вышло в Pet Simulator X. Также, как вы могли заметить, я давно не снимал видеоролики. Примерно около 4 месяцев, может быть даже побольше. А все по такой причине, как не было лень. Как ни странно, да это так. Ну, в принципе, это не суть. В этом обновлении добавили не так много всего. Можно назвать мини-обновление. И сейчас мы с вами пройдем по порядку. Давайте начнем с Хэллоуинской локации. Чтобы туда попасть, вот здесь стоит пушка. Садитесь в нее и летите на новую локацию. Также, если у вас есть телепорт, вы его открываете. И вот здесь самая последняя локация. Это Хэллоуинская. Так, давайте начнем, в принципе, с яйца. Я точно не понял. Либо там увеличили шансы на выпадение питомцев, либо просто повысили цену. А также в яйце, как вы видите, добавили секретного питомца. Его выбить будет очень сложно. Прямо очень. Сейчас я вам попозже расскажу, почему. Шансы все-таки не изменили, я вижу. Так и остались. Изначально яйцо стоило, по-моему, 650 тысяч, вроде бы, если не ошибаюсь. После обновления оно стало стоить 525 тысяч. И сейчас оно стоит 750 тысяч. То есть цену повысили. Шансы у нас на питомцев на выпадение не повысили. Потому что изначально было самого обычного питомца выбить 80%. А сейчас 86%. То есть шансы увеличили на выпадение вот этого самого плохого питомца. А на вот этого эпического было, по-моему, 20%, а сейчас 14%. И тем самым вот эту секретку, я думаю, очень сложно будет выбить. Так, давайте перейдем к вот этой машине. Все думали, все гадали, что же там будет. Многие говорили, что там будут скины для хавербордов. И так далее. То, что типа там можно будет покупать питомцев. Но никто не угадал. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас спуки апгрейд. То есть призрачные улучшения. В принципе, стоит вот так. Не сказать, что дорого, но это только первая прокачка, первое улучшение. Давайте, в принципе, начнем с первого. А вот это вот слоты для питомцев. Давайте все улучшаем. Цена, естественно, с каждым разом все больше и больше становится. Получается, самое последнее улучшение стоило 35 миллионов. Ну, слушайте, в принципе, довольно много, я бы сказал. А также здесь есть улучшение мифические шансы на питомца. Что довольно неплохо. 8 миллионов стоит. Давайте прокачаем. Ох, ох, ох. Мне, походу, не хватит этих конфет. И это очень плохо. Сейчас, чуть попозже, я вам расскажу, почему. Так, давайте тогда конфеты прокачаем. Получается, чтобы больше конфет нам выпадало. Следующее улучшение, последнее, стоит 450 миллионов. Это очень много. Так же улучшение для гемов. В принципе, я думаю, это не столь важно. Вот это улучшение, это энчанты какие-то, как я понимаю. Они будут бафать посильнее. Давайте прокачаем. Может быть, даже на максимум хватит. На 70 лямов на максимум. Давайте прокачаем. И так же легендарный шанс. Тоже давайте прокачаем. Сейчас посмотрим, сколько последняя прокачка будет стоить. 300 миллионов. Ну, я пока прокачивать не буду. Пока что оставлю. Конечно, жалко то, что я мало конфет нафармин. И сейчас я вам скажу самую плохую новость. Как вы помните, раньше можно было довольно много конфет фармить. С вот этой вот локации, где большой сундук. Сейчас подождем, пока он заспаунится. Так, его тут уже кто-то ломает. Ладно, подождем чуть-чуть. И сейчас я вам покажу один укол. Довольно плохой. Сейчас вы это, в принципе, и поймете. Так, вот он заспаунился. Смотрите. Мы его ломаем. Я не успел. Еще раз ждем его. Теперь ломаем. Я опять не успел. Ну-ка. Стоп. Вот, все. Отлично. А, нет. Все-все. Все нормально. Все отлично. Короче, как только я зашел. Когда перезапускали сервера. Была такая проблема. То, что я тпкнулся на этот остров. Попробовал. Решил. Сломать сундук. Как вы думаете. А, естественно, мне не дались вот эти конфеты. Я только подумал, а что за фигня. Я бы, почему так. Но, теперь все нормально. Я, короче, перезаписью еще раз перезашел. Как видите, все заработал. Отлично. Потому что, если монеты можно было. То есть, не монеты, а конфеты. Собирать только стыклы. Которые спавнятся. Это было бы печально. Ну, ладно. Тогда про это забыли. Это просто, скажем. Маленький баг. Также, как я понял. Должен спавниться большой подарок. Кулуинский. С этого подарка, я думаю, как минимум миллионов 10 монет можно будет получать. Спавнится он вроде бы как раз в 20-30 минут. Так. Также. Давайте сейчас я вам зачитаю, какие обновления были еще добавлены. Были добавлены x2 конфеты. Что очень хорошо. Можно будет очень быстро зарабатывать их. Так. Про апгрейды я вам уже сказал. А. Еще появился таинственный торговец. Значит, смотрите. Сейчас я вам покажу, где он будет появляться. Значит, вы тпхаетесь в хэллоуинскую локацию. И, короче, либо он вот с этой стороны будет, либо вот с этой. И он будет появляться, получается, в полночь, либо в полдень. То есть, в 24.00 по МСК будет появляться. Либо же в 12.00 по МСК. То есть, получается, он будет появляться раз в 12 часов. Точно не знаю, насколько он будет появляться. Тут вроде не написано. А вот нашел. Ага. Меня кикнуло. Нормально. Походу, там какой-то еще баг. Разработчик нашел. Решил перезагрузить сервера. Так, ладно. Давайте сейчас я тогда перезайду. И мы с вами продолжим. Все, я перезашел. Мы продолжаем. Так, еще раз повторюсь, то, что он будет появляться вот здесь, в этом месте, либо же вот здесь. Будет появляться каждые 12 часов, либо в полночь, либо в полдень. Будет он появляться на 5 минут всего лишь. Это, в принципе, довольно мало. Потому что обычный торговец появлялся где-то на 10 минут. Этот будет появляться на 5 минут. Также написано то, что питомцы будут продаваться со скидкой 80%. Но, насчет цен, в том числе, я, конечно же, не знаю. Но будем надеяться то, что это будет дешево. Если написано 80% скидка. Так, идем дальше. Про секретку я вам уже рассказал. В принципе, я думаю, это будет очень сложно ее выбить. А также получается, сейчас чары будут работать для всех наград. Видимо, нет. То есть, допустим, как я понимаю, если у вас чар какой-то, есть на монеты, то, скорее всего, он будет работать и на хэллоуинских монетах. Либо же, сейчас добавили чар, который будет в общем все монеты ваши умножать. То есть, хэллоуинские, течь коины, фантастические коины и обычные коины. В принципе, можно это сейчас проверить. Давайте так и сделаем. Мне просто самому интересно. Но, может быть, это не так. Может быть, я ошибаюсь. Давайте мы с вами это проверим. Давайте будем энчантить вот этого пета. И смотрим, что нам выпадает. Ага. Выпали гемы. Окей. Давайте раз пять. Попробуем выбить. Если не получится, то, в принципе, я думаю, вы сами сможете это проверить. Так, ну пока нам не выпадают эти монеты. Очень странно. Давайте еще раз. Что-то пока что не падает. Ладно. Вот, выпали. Так, и давайте проверим, как я буду ломать тот сундук. Вроде бы выдавало мне 250 тысяч монет. Ага. По-моему, слушайте, больше стало. И, кстати, очень странно стало собирать. Почему-то я все монеты не успеваю собирать. Может быть, еще какие-то апгрейды добавили для сбора монет. Потому что раньше, когда вот здесь мы вставали, сразу же все монеты собирались. Сейчас почему-то они все сразу не собираются. Очень странно. Как-то они выдаются довольно долго. Ну ладно, короче, насчет этого, в принципе, я думаю, вы разберетесь со временем. Давайте сейчас посмотрим, что еще добавили. Также добавили больше монет в конце игры. Насчет этого я точно не знаю, но разработчик что-то про конец игры написал. Это я точно не понял. Так же у вас должно появиться сейчас намного больше удовольствия, как разработчик написал. А так же повышена производительность этого режима. И он написал, что некоторые игроки будут зарабатывать в 10 раз больше монет и алмазов, чем раньше. Очень странно. Скорее всего, в 10 раз больше будут получать те, у кого куплены геймпассы. Либо же он добавил какой-то новый геймпасс. Давайте посмотрим. Нет новых геймпассов. К сожалению, нету. Значит, пока непонятно. А так же получается, была проработана анимация, когда вы вылетаете из пушки. Я это уже заметил. Улучшение интерфейса. И так же он переработал заработок вот этих конфет. С сундуков, монет, сейфов и так далее. Сейчас должно даваться намного больше. Написал то, что обычный торговец будет на 50% дешевле продавать домашних тоннцев. Очень интересно. Надо будет посмотреть. Также анимация темной материи какая-то добавлена. И вроде бы все. Ну, в принципе, обновление небольшое. Но, как вы понимаете, видео затянулось довольно надолго. Значит, все-таки оно не маленькое, а довольно средненькое. Крупненькое, можно сказать. Как я понимаю, это получается у нас будет последняя неделя ивента. Следующую субботу. Скорее всего. А, слушайте, даже неделя сегодня у нас получается вторник. Где-то 4 дня осталось. Примерно. Скорее всего, да. 4 дня ивента будут идти. То есть, у вас 4 дня будет того, чтобы выбить нового секретного питомца. И после этого, я думаю, хэллоуинский ивент у нас пропадет. К сожалению. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, была Избан. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok